Добрый день! В эфире телеканал Репортер 73, программа «Разберёмся». Третий год подряд в Ленинской области участвует в национальном проекте «Производительность труда». Ответственные за исполнение в нашем регионе региональные центры компетенции в сфере повышения производительности труда, созданные на базе Центра компетенции развития промышленности. В целом, основная задача национального проекта обеспечит ежегодный темп роста производительности труда на средних и крупных базовых несерьевых предприятиях отрасли экономики России ниже 5% уже к следующему, 2024 году. Что происходит у нас, разбираемся вместе с гостями нашей студии. Сегодня с нами Марина Евгеньевна Алексеева, первая заместитель и председатель правительства Ульяновской области. Константин Геннадьевич Пашутин, старший руководитель проекта Федерального центра компетенции по Ульяновской области. Виталий Владимирович Зайцев, генеральный директор сельхозпредприятий. Алексей Леонидович Юдин, директор производственной компании. Марина Евгеньевна, первый вопрос вам. Половина года фактически прошла. Какова ситуация в промышленном секторе Ульяновской области, если можно коротко, но самые основные показатели? Да, действительно, для нас промышленность является одним из чувствительных факторов оценки самочувствия экономики в регионе, потому что мы промышленный, индустриальный регионный, и те показатели, с которыми мы завершили первый год специальной военной операции, 2022 год, конечно, не внушили у нас оптимизм. 94% был индекс промышленного производства, и большинство отраслей, конечно же, падали по тем или иным причинам, ввиду разлыва логистических цепочек, прерыва поставки комплектующих оборудований и сырья, и по прочим причинам. Что сейчас нас радует? Год мы начали не очень радужно, но уже под итогом пяти месяцев мы видим, что показатели существенно улучшились, и буквально на днях мы получили статистику за январь-май текущего года, и видим цифру почти 99%. И это очень хороший результат, учитывая, что все-таки первый квартал прошлого года до объявления операции еще промышленность работала, что называется, при наличии резервов по комплектующей в сырье материалов, а в этом году мы уже работаем в принципиально новых условиях, и поэтому показатель 99% для нас весьма хороший. И нужно сказать, что достигнуто это в первую очередь за счет восстановительного роста, который наметился в обрабатывающей промышленности. Обрабатывающая промышленность составляет почти три четверти общего объема промышленности в нашем регионе. Если говорить о том, какие отрасли в наибольший рост продемонстрировали, я хотела бы отметить производство готовых металлических изделий, производство кожи и изделий из кожи, производство бумаги и бумажных изделий, а также производство прочих транспортных средств и оборудования, но в данном случае это у нас отрасль самолетостроения. Я хочу сказать о том, что особый фокус внимания мы, конечно же, в регионе уделяем двум отраслям, это автомобили и авиастроение, это два наших флагмана. И меня лично очень радует, что мы стремительно восстанавливаем традиционные компетенции региона. Мы очень долго фокусировали наше внимание на том, как работает, с какой производительностью, с какой продукцией, с какой конкурентоспособностью зарубежные наши предприятия, которые функционируют в промзоне. Вот сейчас весь фокус внимания сместился на наши отечественные компании, быстро растущие, у которых есть огромный объем заказов. Мы смотрим, сколько непрерывно и интенсивно они работают. Мы видим, что есть определенные вопросы с кадровым обеспечением, но все они имеют решение, и поступательное движение мы видим. Если говорить о цифрах в этих отраслях и о компаниях, самочувствии компаний, ключевых якорей в области автомобилей и авиастроения, можно отметить следующее. Например, по автомобилестроению мы видим, что индекс производства составил 98,8%. Например, в январе этот был показатель 65%. То есть мы видим, что объем производства растет. И, например, если сравнивать май, текущего года к маю прошлому, то рост составляет 35%. И здесь, конечно же, надо отметить, что достаточно неплохо себя чувствует сейчас наш ульяновский автомобильный завод «Флагман» в автомобилестроении. Реализовываются всевозможные программы по модернизации имеющейся автомобильной линейки. Ну и, конечно же, целый ряд инвестиционных проектов, которые сейчас намечены к реализации. Наверное, впервые за очень долгое время мы видим, что УАЗ приступил к инвестированию в капитальные вложения на нашей площадке. Я хочу отметить, что очень долго этого мы не просматривали. Вторая по значимости для нас площадка в области автомобилестроения – это, конечно, Димитровградский автогрегатный завод. И надо сказать о том, что этой площадке мы уделяли очень много внимания в прошлом году. Она у нас вставала, и на неполной занятости люди работали. Хочу сказать о том, что сейчас они вышли на полную загрузку и уже испытывают даже дефицит кадров. Порядка 300 высококвалифицированных рабочих мест у них созданы, и они готовы принимать людей на работу. А это увеличившиеся заказы со стороны стратегических партнеров наших – «АвтоВАЗа» и «ГАЗа». Еще одна площадка – это, конечно, Ульяновский моторный завод. И надо сказать о том, что совсем недавно мы встречались на уровне первых лиц, губернатор региона и руководитель группы «ГАЗ» господин Сорокин, и достигли о том, что будут подписаны соглашения о развитии нашей площадки моторного завода, который входит в «ГАЗ». И, собственно говоря, очень просматривается хорошо перспектива развития этой площадки. В области авиастроения, конечно, наш флагман Ил Авиастар интенсивно набирает сотрудников, интенсивно наращивает заработные платы. Уровень заработных плат уже котируется от отметки в 70 тысяч плюс. И нужно сказать о том, что перед Авиастаром стоят очень амбициозные задачи. В мае была передана первая военная машина, собранная в этом году. А план – шесть машин собрать за 2023 год. Конечно же, руководство Авиастара предпринимает все меры для того, чтобы обеспечить сборку этих машин, модернизированного Ил-76. И, собственно говоря, нужно не просто собрать шесть машин, а еще создать некий задел для того, чтобы и в 2024 году справиться уже с более высоким планом. Кроме Авиастара, еще одна компания, которой сейчас тоже приковано наше внимание – это компания Аэрокомпозит. Она становится все более известна. Компания, которая производит консоль крыла на среднемагистральный МС-21. Надо сказать о том, что в данном случае компания представляет собой вот такую уникальную синергию двух отраслей. Во-первых, традиционного авиастроения, ну и вторая – новая отрасль, отрасль новых материалов, композитная отрасль. Поэтому уникальные производства. Работают они не только над крылом отечественной машины. Есть целый ряд проектных разработок, которые сейчас проходят испытания. Я думаю, что в ближайшее время компания заявит о их успешном завершении. Спасибо большое за ответ. Давайте подключать Константин Геннадьевич к разговору. Получается, что сегодня нацпроект «Производительность труда» наверное, один из самых важных для страны в целом, в складывающихся условиях. Какими предприятиями вы именно занимаетесь? И что такое стандартная и расширенная поддержка, которую вы оказываете? Если можно, расскажите, пожалуйста. Да, на сегодняшний день в Ульяновске федеральный центр компетенции реализует проект вместе с Ульяновской областью на 12 предприятиях. На четырех предприятиях реализуется проект в формате расширенная поддержка. Из четырех предприятий два предприятия находятся уже в стадии тиражирования. То есть они завершили проект по расширенной поддержке и перешли в разряд, вовлекающий все ключевые процессы и дальнейшее развитие производственной системы уже на полученных знаниях, которые были у них реализованы на практике в течение года. На двух предприятиях продолжается реализация по расширенной поддержке. И к этим четырем предприятиям можно добавить еще дополнительно три предприятия, которые на сегодняшний день реализуют проект по стандартной поддержке. Теперь касаемо отличий и разницы между стандартной и расширенной поддержкой. Стандартная поддержка, она реализуется по методике Федерального центра компетенции, где основным ключевым фактором является создание пилотного потока на одном производственном процессе. Вот если взять расширенную поддержку, здесь же сразу буду проводить параллели. Расширенная поддержка в себя включает два производственных потока. Не секрет, что предприятие очень часто выпускает несколько групп товаров или несколько видов товаров. И для предприятия также их портфель заказа составляет ключевые продукты и составляет вторичные побочные продукты. Так вот, очень важно, чтобы реализация пилотного потока осуществлялась на ключевом продукте. Тем самым, реализовав нашу методику и реализовав все вот эти мероприятия, которые направлены на повышение производительности труда, на формирование культуры, непрерывных улучшений, на создание определенной системы финансово-экономической деятельности предприятия, спустя 6 месяцев стандартной поддержки, пилотный поток, он уже показывает результаты. На расширенной поддержке таких потоков два. Мы выбираем два ключевых продукта совместно с предприятием, которые являются самые важные, которые внесут в себе ключевую сумму выручки предприятия, и которые являются перспективными для предприятия на ближайшие 2-3 года. Помимо этого, на расширенной поддержке для предприятий существует дополнительная возможность реализации трех сторонних мини-проектов, если можно так их назвать, но они тоже несут в себе ключевую ценность. Это из области. Первый проект – это логистика и запасы. Второй проект – это обеспечивающие процессы. Это все, что связано за пределами производственной площадки. По-другому можно сказать, что это офисные проекты. Существует офис, который помогает структуре производства, все функциональные службы, но там тоже, как правило, возникают потери, которые следует смотреть и их минимизировать. Третьим дополнительным проектом выступает стратегическое и операционное планирование. Четвертым проектом выступает маркетинг и продажи. Пятым проектом выступает у нас корпоративная культура. И шестым проектом, который предлагается методикой по расширенной поддержке – это цифровизация и автоматизация. Предприятие, которое участвует в расширенной поддержке, имеет право выбрать три из этого перечня, три дополнительных проекта. Вот эти подпроекты. Обязательным является реализация корпоративной культуры. Оно идет достаточно широко. Это полугодовой проект, где рассматриваются основы и формирование собственной производственной системы на предприятии. Вот это вот очень важно – создать свой коллектив и свою производственную систему. Вы знаете, из практики показалось, и как уже показывается следующее, что реализовав корпоративную культуру и создав производственную систему на одном из предприятий, вот взять ее, скопировать и поставить на другое предприятие, работать не будет. На самом деле, каждый коллектив – это уникальный коллектив, это уникальная семья. Со своими правилами, устоями, со своей историей, со своим будущим. Сформировав, вот учитывая все вот эти стороны производства в целиком, формируется корпоративная культура, индивидуальная для каждого предприятия. И тем самым мы можем говорить о том, что формируется производственная система конкретно определенного предприятия. А система – это не разовое действие. Мы говорим, что система – это порядок, который работает на протяжении длительного времени. Хорошо. Вот для Виталия Владимировича вы сформировали уже систему? Виталий Владимирович сейчас реализует этот проект. Он находится в стадии реализации. У него завершился только первый поток. Я думаю, и он распятен с удовольствием. Давайте с вами продолжаем. Так какую-то уже пользу для себя вы заметили? Финансово, может быть, выражение? Безусловно, заметили. Хотелось бы начать с того, что нам, безусловно, повезло. Так мы предприятие со 100% участием государства. А то для нас это участие полностью бесплатно. И правительство Ульяновской области рекомендовало нас для включения в этот процесс. На что мы сразу согласились. И действительно, мы подписали соглашение в ноябре прошлого года. Всего наш проект рассчитан на три года. Окончательной целью является увеличение производительства среда на 30%, то есть по 10% каждый год. Нами были выбраны два основных процесса. Это производство огурца и томата. И также три, как было отмечено, дополнительных направления. Это непрерывная культура корпоративных улучшений, оптимизация внутренней логистики управления запасами, а также оперативно-стратегическое планирование. Наши сотрудники были обучены специалистами ФЦК. Мы проходили обучение. Причем большая часть обучения, что у нас важно, происходит на территории предприятия без отрыва на производство. Также были обучены числа наших сотрудников два тренера, которые в дальнейшем эти полученные знания и опыт смогут реажировать уже внутри нашего коллектива. И, безусловно, первые результаты мы видим. Самое наглядное, наверное, то, что это внедрение системы 5С. Наш зритель пояснил. Это, условно говоря, порядок на рабочих местах, оптимизация управления запасами. Звучит вроде просто, но это очень наглядно, визуально легко отражается и очень хорошо воспринимается коллективом. И также нам удалось сохранить время протекания процессов и увеличить производительность труда. В частности, на производстве огурца на первом потоке. Смотрите, по трем дополнительным моментам, которые вы сказали, в принципе вопросов нет. Понятно, оптимизация, система управления и так далее. А что можно вообще сделать с ростом огурца? Его научили быстрее выращивать или как? Это не совсем понятно. Очень хороший вопрос, и я с удовольствием мне его отвечу. Смотрите, действительно, у нас есть существенное отличие, скажем, от промышленных предприятий. Мы не можем взять больше заготовок и сделать больше деталей. Потому что мы понимаем, что площадь наших теплиц, она конечна. То количество продуктов, которые мы производим, оно тоже, в принципе, конечна. Главная наша цель, наша борьба и идеология, за что мы сражаемся, это все-таки увеличение производительства труда, выраженное в сокращении времени протекания процессов и в освобождении рабочей силы, которым мы можем направить другие участки производства. Это действительно для нас крупные системные проблемы, с которыми сталкиваются также другие наши коллеги. Я просто приведу пару цифр. Средний возраст наших овощеводов вставляет 50 лет. При конкурентной заработной плате порядка 56 тысяч рублей за прошлый год. И подпитки у нас нет как таковой. Это системная проблема, наверное, которую стоит обсуждать отдельно. То, что не рода система среднего образования, нежелание молодежи идти в рабочие специальности. Но мы понимаем, что это тот вызов, с которым мы, наши коллеги, сталкиваемся. Если мы сможем перераспределить внутри предприятия нашу рабочую силу, заставить ее работать более эффективно, то это будет нашей победой, нашим положительным результатом участия в данном мероприятии. Спасибо вам за ответ. Давайте к Алексею Леонидовичу перейдем. Вы как раз не огруцами занимаетесь. У вас все вполне себе по-другому. В смысле, все по-другому как раз налажено. Расскажите, о чем конкретно. Скажем, там все понятно. Предприятия, как бы, знают все. И именно им мы благодарны, скажем, что у нас в Новом Год огурцы есть свежие. Дело в том, что наше предприятие занимается... Фарослет – это российский производитель высококачественного светового оборудования в широком ассортименте. То бишь мы покрываем полностью все сегменты, которые, скажем, есть. Это и уличное освещение, это и офисное освещение, любое производственное освещение. Компания работает с 2013 года, то есть нам 10 лет. И за 10 лет мы добились очень отличных результатов. Мы вошли в топ-10 по России именно производителей вот этого оборудования. Наши производственные площадки, они располагаются как в Ульяновске, так и как раз на базе ДААЗа. Там мы тоже арендуем площадь, и, соответственно, у нас там есть свои интересы. Как у нас тоже было, мы подписали соглашение с ФЦК и начали сотрудничество. С чего у нас все началось? С помощью коллег РЦК была сформирована команда. Команда, которая, скажем, из группы людей, которая имеет непосредственное влияние на производственный процесс, то бишь каждый человек отвечает за какую-то часть. А вместе эта команда составляет какой-то костяк, с помощью которого производится наша продукция. Данная группа прошла обучение, скажем, в офисах РЦК по определенным, скажем, направлениям, и, соответственно, приступила уже к выполнению задач. То бишь был выполнен, правильно сказали, был выбран пилотный проект у нас на нашем предприятии. Это был конвейер и сборка определенного типа светильников. И, соответственно, пошла по алгоритму работа, то бишь постановка целей, разработка мероприятий с графиками соответственными и, соответственно, внедрение, выполнение этих мероприятий. И дальше мы, соответственно, ожидали определенный результат. То бишь, да, было трудно, особенно первые моменты. Ребята никак не могли понять не то, что от них требуется, а зачем это надо. Вроде подумаешь, какая-то мелочь. Но, скажем, меня приучали считать в производственных циклах секунды. И совместно с РЦК мы, ребят, приучили им не считать секунды. Секунды, если почти... Секунды, скажем, в разрезе одного рабочего дня ничего не дают. А в разрезе, скажем, месяца, года, потом это вырастает в определенные очень крупные цифры. И того, что мы добились. После, скажем, внедрения наших мероприятий, мы повысили производительство труда на конвейере на 43%. Это очень большая цифра. Ну, почти 50%. Да, это практически 50%. То бишь, если светильник определенной макулатуры собирался за день, то мы его стали собирать за полдня за этот объем. И, соответственно, что это повело? Это снижение, во-первых, себестоимости продукции, это увеличение объемов выпуска, увеличение зарплаты, самое приятное для наших сотрудников. И, скажем, я еще раз повторюсь, снижение себестоимости продукции тоже повело к снижению стоимости нашей продукции. Хорошо, я вот что не могу понять, а как вы вообще поверили-то во все это, что все это сработает? То есть приходят какие-то люди, говорят, мы вас научим, как собирать в полтора раза быстрее. И вы сразу... Да, хорошо. У меня был опыт внедрения на другом предприятии. Подобно, скажем, навыков, подобных компетенций. И, соответственно, когда мне предложили заняться этим проектом, ну, тут был восторг. Было желание прям, в руках все горело. То есть вы поняли, что вам предлагают заняться именно тем, что нужно прямо сейчас? Да, да. Я знаю, что это такое. Я был очень рад, что, скажем, министерство предложило вообще такие компетенции. По той простой причине, вот возьмите, в университетах, в институтах, да, никто не обучает ни, скажем, главных инженеров, ни директоров. Ну, нет такого. То есть человеку нельзя понять... Заметьте, вот все руководители, да, они же поднимаются откуда-то, правильно? И по большому счету они являются, ну, так, грубо говоря, самоучками, правильно? А вот с помощью проекта РЦК, национальный проект по повышению производства труда, да, люди, даже незнакомые с производством, приобретают определенные навыки, которые в будущем могут очень здорово пригодиться. Благодаря, скажем, РЦК мы разработали программу на три года и, соответственно, у нас полностью расписано, что мы делаем с нашим предприятием в течение трех года, исходя из нашего полученного опыта. Марина Евгеньевна, к вам возвращаюсь. Не только, собственно, на одной производительности труда выезжаем, у нас есть еще и поддержка со стороны государства для наших производителей, и в том числе это и бизнес-миссии, и участие в различных форумах промышленных. Вот буквально недавно один завершился, каковы итоги, что здесь, как мы выглядим? Да, действительно, мы сейчас используем достаточно широкий инструментарий для того, чтобы помочь нашим промышленникам максимально быстро занять высоводившиеся в Российской Федерации ниши, потому что мы индустриальные регионы имеем право занять те ниши, по крайней мере, в тех компетенциях, которые для нас являются устойчиво классическими, как я уже говорила, и кроме того, мы понимаем, что они наиболее востребованы сейчас в индустрии Российской Федерации. В связи с этим мы понимаем, что ограничен достаточно ресурс, если нам поставить заборы вдоль только нашего региона и заниматься развитием индустрии внутри. Хотя один из удивительных фактов, я вам скажу, что происходило даже у нас в рамках бизнес-миссии в соседние регионы. И так как в бизнес-миссиях мы достаточно успешно практикуем этот формат взаимодействия, что самое главное в нем. Все бизнес-миссии в регионы соседей, а в первую очередь мы объехали на сегодняшний день практически все регионы Приложского федерального округа, возглавлял лично губернатор региона Алексея Юрьевича Русский. В принципе, он и стал законодательным мод, тиражируемый сейчас уже по стороне практики вот таких бизнес-миссий. Речь идет о том, что мы, обладая определенными компетенциями, имея, с одной стороны, резервные мощности для того, чтобы встраиваться в кооперационные цепочки предприятий гигантов, находящихся у соседей, и встречно, наоборот, использовать компетенции соседних регионов для того, чтобы усиливать такие компании, как наш Авиастар, УАЗ и так далее, ДАС, помогая им формировать вот этот набор запасокомплектующих. Вот такие вещи оказались вообще уникальными. Мы совершили 10 бизнес-миссий в соседние регионы, и одной из последних была бизнес-миссия в Нижний Новгород. И, собственно говоря, надо сказать о том, что мы видим достаточно хороший эффект от них. Практически 470 кооперационных цепочек было нащупано по итогу вот этих бизнес-миссий. Более трех десятков контрактов были заключены, и в оценках у нас на сегодняшний день в деньгах мы оцениваем эти контракты в полтора миллиарда рублей для наших ульяновских компаний. Соответственно, еще раз, мы предлагаем свои компетенции и ходим к соседям, ищем те компетенции, которые нужны нам, ввиду того, что у нас на многих участках в индустрии Ульяновской области просто катастрофическая нехватка кадров. Поэтому бизнес-миссии оправдали себя. Мы планируем в ближайшее время, скорее всего, это будет октябрь, посетить Челябинскую область и Свердловскую область, два крупнейших промышленных региона уже Непривовского округа. И при этом хочу сказать о том, что такие бизнес-миссии обязательно дают эффект, если они качественно готовятся. Именно поэтому, наверное, я с удовольствием сейчас, пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем промышленникам региона. У нас существует единое окно по управлению этими процессами, Центр компетенции развития промышленности. Это как раз тот центр, где находится у нас и региональный офис по национальному проекту производительности труда. Очень многие промышленники уже знают этот центр и все его контакты. Именно он собирает заявки от промышленных предприятий, об участии их в бизнес-миссиях предстоящих. Ну и мы ждем от наших промышленников заявок относительно тех компаний, которые необходимо было бы посетить. Очень важный фактор, который работает в рамках этих бизнес-миссиях, это то, что губернатор встречается, естественно, с первыми лицами, с конечными бенефициарами компании, и очень многие решения принимаются на месте. И вот, смотрите, такой еще момент, когда Михаил Мишустин на инопроме зашел на сектор Ульяновской области, просто я отметил для себя, не на каждый сектор премьер заходил. Кроме того, что мы ему презентовали практической плоскости, это как-то будет в дальнейшем выливаться? Конечно. Для нас, наверное, инопром минувший стал одной из самых ярких форм этих площадок. Он нас посетил, во-первых, действительно, пример министра Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин. И напомню о том, что с ним было еще два премьера наших дружественных Российской Федерации государства. Это премьер Белоруссии господин Головченко, который в феврале посетил нашу авиастаровскую площадку практически со всем правительством Белоруссии. Для нас уже это тоже практически друг нашего региона. И премьер Республики Казахстан Алихан Самаилов, который тоже в такой тройке получил возможность ознакомиться с промышленным потенциалом Ульяновской области. Что мы представляли? Мы представляли наши традиционные компетенции. Это авиастроение, это автомобилестроение был представлен, соответственно, на стенде образец скорой помощи, который был созбран на шасси Солерс в Алабуге. Доукомплектом дооборудован и собран нашей компанией Ульяновской Автодум. Собственно говоря, вот этот образец тоже был выставлен. Выставлен был еще один образец коммунальной техники небольшой, который тоже уже закончил свою опытную эксплуатацию и, в принципе, готов уже коммерциализироваться. Ну и, конечно, образцы БПЛА. Мы претендуем на то, чтобы войти одними из первых в национальный проект, инициированный к разработке и утверждению президентом Российской Федерации по производству беспилотных питательных аппаратов. И поэтому уже целый ряд образцов на этой промышленной выставке был представлен Михаилу Владимировичу. Очень высокую оценку мы получили. Кроме того, стенд посетил и глава Республики Татарстана Рустам Нургалевич Мениханов. По итогам вот этой встречи, по итогам полученных им впечатлений, мы уже во второй половине августа ждем бизнес-миссию Татарстана в Ульянске во главе с Раисом Республики. Хорошо, посмотрим, какие она принесет плоды. Продолжим с товаропроизводителями. Давайте Алексей Леонидович с вами и Виталий Владимирович потом с вами прям коротенько продолжать. Будете? Да, конечно. Ну, скажем, я еще раз повторюсь. Назад мы разработали программу именно на три года, то бишь, что это такое? Мы тиражируем наши знания, которые получили, скажем, в процессе внедрения национального проекта на другие наши участки. То бишь, мы ищем по определенным технологиям, скажем, инструментам узкие места на предприятии и с помощью, скажем, национального проекта, компетенции мы развязываем эти узкие места. Что мы ожидаем? Конечно, мы ожидаем увеличение производительства труда, снижение сдержек и, соответственно, мы будем повышать зарплату нашим сотрудникам. Вот. Кстати, это очень важно. Вот во что все это наливает. Конечно, это обязательно, потому что мотивация у всех разная, и, соответственно, нашим сотрудникам очень было интересно, чтобы, если фирма растет до благосостояния, то и, соответственно, у них тоже что бы вросло. Услышал вас хорошо, Виталий Владимирович, давайте с вами. У вас как дальше? Есть смысл продолжать сотрудничать? Ну, как бы, один огурец научились выращивать оптимально, и все остальные? Я отвечу так, этот процесс не закончится никогда, мы это уже поняли для себя, потому что в чем и прелесть сотрудничество ФЦК, что нам дают не рыбу, а удочку, он дает набор инструментариев, которые мы, условно, будем в дальнейшем использовать. И вот эта так называемая культура непрерывных улучшений, она уже пропитывает всех и каждого на предприятии, и поэтому наш путь только вперед, это однозначно. Нет, я не понимаю, просто у вас два тренера уже появились, вы можете сами внутри предприятия, зачем вам помочь? А в этом и заключается смысл, что, к сожалению, ФЦК с нами не будет вечно, но когда они уйдут, у нас же будут обычные специалисты внутри предприятия, которые смогут подхватить это знамя и достойно его нести внутри предприятия. В этом и смысл. Вам нужно увеличить количество обычных сотрудников, я понял. Спасибо вам огромное, к сожалению, время нашей программы стремительно подошло к концу. Спасибо вам за то, что были сегодня с нами, а вам, дорогие зрители, за внимание. Всего доброго, берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok